здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала сегодня у нас работе блок mt80.1 это chevrolet cruz в этом блоке сгорела микросхема нет 5 вольтового питания эталонного на датчике люди ремонтировать не захотели тут уже вскрывали и лазали и приобрели на разборке просто такой же блок вот он и попросили нас сделать клон клон мы будем делать с помощью загрузчика чип лодер то есть будем читать flash и промы переносить в этот блок про чип лодер я еще пока не рассказывал и не показывал как он работает вот сегодня мы все это дело увидим всех своих подписчиков я поздравляю с наступающим новым годом желаю в новом году не болеть это самое важное пускай удача всегда улыбается вам счастья вам здоровья и всего самого наилучшего пусть ваши дети растут крепкими и здоровыми а жены счастливыми хочу положить вам под елочку небольшой подарок это пары для восстановления блоков и мобилайзеров здесь много собрано автомобилей случае если потеряли ключ или синхронизация вдруг улетела между блоком и мобилайзером вы всегда можете открыть и восстановить залив две рабочие пары и написав ключ ссылка будет активно до 3 января подключать блок мы будем вот по такой схеме это help из комби лодера вот и сейчас подключим его и уже будем читать здесь mt80.1 только кан шина работа то есть к line здесь нету к линии есть только на mt80 просто без точки 1 так сначала берем старый блок вот это вот самая большая у нас это масса черном разъеме дальше у нас идет отключи так не отключаемая 1 отсюда и ведется счет вот первая ножка не отключаемое питание вторая ножка клемма 15 то есть отключаемое питание третья ножка через одну буквально вот так и теперь кан хай кан лоу нам надо к нему подсоединить вот у нас кан хай кан лоу кан лоу это 16 вот 16 и кан хай 32 вот так мы его подключили на столе адаптер используем диалинк можно и в принципе использовать скан матика кому как удобно я вот первый попался у меня диалинк включим зажигание смотрим нагрузочка выключаем вот на блоках delphi всегда нагрузочка остается вот она повисела немножко главное реле отработала и пропала так открываем чип лодер я вообще вот заметил что чип лодер быстрее всех читает эти блоки ну естественно и записывает так давайте сначала выберем адаптер а вот он уже у нас собственно говоря и выбран окей включаем зажигание и считываем паспорт вот он нам показал что это за блок окей так давайте сразу папочку создадим на столе напишем old это будет у нас со старого блока и создадим 2 подпишем нею это будет снова блок на комби лоды чтобы прочитать full флэш и епром нужно зажать qtrl alt вместе с bootloader чтобы она сосчитала и уже нажимать чтение здесь ничего делать не надо просто вот выбираем и с этой стороны берем и нажимаем читать флэш вот так быстро она читает эта программа мт-80 чтение идет в реальном времени в некоторых случаях очень удобный инструмент с восстановлением например delphi здесь есть модули модули на этот загрузчик абсолютно с адекватной ценой так что вот в некоторых случаях рекомендую можете такой прикупить выручает очень часто данный флэш успешно считаны буфер так сохраняем находим папочку old вот она у нас и сюда мы его этот файл сохранили теперь давайте мы считываем и про и и пром часа считать молниеносно вот уже сосчитал то есть секунды даже наверно не прошло также сохраняем единственное что подпишем вот здесь самом начале дампа подпишем и пром и сохраним также в папку old все теперь мы имеем оба файла предназначены для клонирования данного блока то есть и пром вот он и флэш теперь нам нужно подключить новый блок сосчитать его сделать backup и залить туда уже все из папки old сейчас мы уже соединили блок который с разборки включим проверим нагрузочка есть все в порядке давайте теперь его прочтем открываем чип лодырь включаем зажигание делаем также идентификацию вот у нас идентификация считываем флэш вот флэш прочитано давайте мы сохраним сохраним это уже мы в папку new вот потому что этот блок у нас с разборки сохранить прошивки естественно в блоках разные теперь давайте сосчитаем и пром все и пром прочитан также его сохраняем опять же в начале подписываем что-то и пром и и сохраняем в папку new и так переходим к папке old открываем файл флэш вот мы его загрузили и нажимаем кнопочку загрузить флэш то есть сейчас мы из старого переписываем флэш в новый блок вместе с бутлодером то есть full вот наша флэш успешно записано в б.у. теперь давайте загрузим и пром и запишем его в блок вот так быстро он записывает и пром окей давайте сейчас выключим зажигание подождем когда отработать главное реле и сделаем идентификацию так главное реле отработало включаем и делаем идентификацию вот наша идентификация в точности такая же которая была на старом блоке и вин и все остальное выключаем зажигание смотрим вот по нагрузке 0 1 ампер час она выключится все нагрузка упала можно блок отключать сегодня мы с вами делали клонирование блока chevrolet cruz mt 80.1 делали этом и с помощью чип лодера есть сейчас новая версия чип лодера чип лодер нг а это чип лодер 239 это последняя версия из старого чип лодера работа там с этими блоками мт-60 мт-80 просто лихо очень быстро и надежно стоимость меньше чем у остальных флэшеров так что вот можете если что закупить такой всем всего самого наилучшего много интересной работы много хороших клиентов с наступающим вас новым годом крепкого здоровья исполнение всех желаний пускай сбудутся все мечты и новый год принесет вам счастье и удачу удачу